всем привет меня зовут Алёна и вы на канале караколь стич сегодня у меня выдался на редкость такой свободный день и тихий день что в общем-то не свойственно здесь для жителей пляжа пасмурная погода соседи мои все уехали сейчас погоду кстати сейчас я выйду вам покажу но в общем-то и как мне не воспользоваться такой удачей ребенок в школе муж командировки в общем лафа девушки обалдею сегодня день у меня такой будет день отдыхалочка буду извиняюсь буду вышивать свое удовольствие вот сниму вам один тег раз уж выдалась такая минутка свободная и тихая спокойная и свои процессы кстати я не буду сейчас показывать поскольку все эти процессы участвуют в сп процесс орхидеи чашечку я уже вам показала то есть маленькое такое коротенькое двухминутное видео просто показать что у меня на теперешний момент есть но в любом случае если вы услышите какие-то звуки газонокосилки или вот у нас тут деревья где-то там несколько кварталов вниз рубят вот то ну ссоре никак уже тут невозможно совсем без посторонних звуков но давайте я вам покажу все таки что у нас тут с природой джунглями как какая у нас погодка сейчас и приступим отвечать на вопросы вот видите какое у нас небо совсем что-то нету солнышко но октябрь и у нас всегда такой октябрь и ноябрь самые дождливые дни о бабочка наша голубая смотрите вот она вот она вот она видите наши джунгли и бабочка как у нас уже все заросло помните я показывала вам туда уже не пойду так вот мы видите вокруг всего все заросше папайи тут уже у нас где-то еще вот тут есть папайки маленькие ну ладно возвращаемся к тегу а то я сейчас тут экскурсии вам буду по джунглям проводить вместо ответов на вопросы о девочки калибре сидит на веточке сейчас я попробую ее приблизить сейчас я сейчас я сейчас где же она не вижу когда приближая ничего не понимаю где я приближаю вот она вот она сидит на ветке сейчас а потихоньку а улетела опять улетела все дело еще одна птичка очень интересная маленькая ну ладно пошла отвечать на вопросы итак я приступаю к ответу на вопросы как всегда я буду пользоваться моим помощником моим ipad сейчас я найду эти вопросики один момент я их себе скопировала на ну чтобы скажем так сделала фотографии на экране чтобы уже потом не мучиться так тег называется или или вопросы автор вопросов анна третяк мне показалось что этот тег достаточно интересный потому что она позволяет больше узнать о о рукодельнице итак поехали первый вопрос набор или подбор на самом деле я предпочитаю вышивать наборами и наверное это потому что скажем там где я живу купить набор гораздо проще чем сделать подбор ткани здесь нету не так здесь купить практически тоже невозможно нет они есть конечно же но не всегда можно найти эти оттенки те цвета которые тебе необходимы здесь знаете допустим стенд дмс нитки да и покупают местные жители например красные желтые такие ультра яркие цвета для вышивки из бисера ну то есть вот те цвета которые они используют своих национальных нарядах да то есть красные синие голубой белые вот эти нитки а скажем какие-то там зеленые или там бежевые они эти нитки не используют естественно тех не так продажи практически не бывает то есть когда-то они заказывают если вот тебе удается купить быстренько то считать что тебе повезло и ты обогатился нитками поэтому я когда еду в магазин и вижу что есть какие-то ниточки но на взгляд я конечно номера не переписываю все на взгляд если я вижу что каких-то у меня нету или какой-то интересный цвет я всегда там одну-две ниточки куплю вышивать строго по ключу или вносить свои нововведения менять нитки канву добавлять другие элементы ну если набор скажем dimensions то я конечно ничего не меняю если другой какой-то набор туда я могу поменять канву так как я вот меняла да и каунт и цвет допустим кружечки я сейчас вышивала я пробовала ну во первых я добавила золотую ниточку во вторых я пробовала там с бисером красиво некрасиво получится но мне не понравилось поэтому я оставила все как по ключу вот то есть конечно и я считаю что это нормально когда вышивальщица вносит какие-то свои изменения но это творчество и у каждого в свой взгляд на на тот или иной дизайн на тот или иной сюжет и каждый имеет право делать то что он хочет разметка маркером или мононитю вообще не размечаю меня разметка я когда-то раньше там 10-15 лет назад пробовала размечать но меня разметка девочки отвлекает она мне не дает сконцентрироваться что ли у меня глаза как бегают по этим клеточками я вообще теряюсь поэтому я решила что я буду вышивать без без разметки хотя раньше я вышивала без разметки шла там например с нижнего левого угла допустим да и наверх так поднималась по диагонали и вверх и вправо сейчас я как-то больше стала с центра вышивать но не это все зависит от сюжета как мне нравится как как карты лягут как говорится так четвертый вопрос схема цветная или символьная войну вы знаете если учитывать что я раньше все время вышивала дименшинсы там в общем то это символьная схема потом они стали делать цвета символьную девочки вертолет сейчас придется немножко подождать вертолет мотоцикл собаки в общем все как всегда у нас ну вот вертолет улетел надеюсь собаки сейчас тоже прекратят лаять тут к соседям приехали бассейн чистить и собаки тут конечно сейчас немножко полает но ничего так верт возвращаемся схема цветная или символьная возвращаясь к тому что в общем то мне больше нравится символьная мне нравится схемы рты ошны которые черно-белые крупные большие дименшинс немножко сейчас стали добавлять цвета но немного но в принципе цвета символьная символьным не нравится больше чем цвет на цвет на количество цветов меня тоже отвлекает я не люблю такие очень цветные схемы если немножко есть какие-то значки не значки об этом или еще что-то да там это отлично но если вот такие вал как в китайских наборах все цветное ну девчонки не я не могу мне тяжело 5 вышивать парковка или по цветам девочки по цветам парковкой даже не умею то есть пыталась смотрела ну наверное просто это не мое может быть когда-нибудь когда я наберусь терпения а так нет я не люблю много не много иголочек чтобы у меня в процессе ну не знаю я такая вышиваю очень медленно знаете для меня вот этот процесс заправляния не заправить ниточку в иголочку и не знаю там поменять там что-то но в общем для меня это своего рода медитация поэтому я не люблю парковка где-то куча 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 ниток но не знаю это мое мнение 6 той вопрос вышивать с монитора или с бумажной схемы девочки вышиваю с монитора тоже но предпочитаю бумажную схему не хочу глаза свои напрягать это во-первых во вторых я всегда если когда я вышиваю всегда смотрю или наш рукодельный youtube или какой-нибудь сериальчик или еще что-то поэтому нет предпочитаю предпочитаю вышивать с бумажной схемы седьмой вопрос гем наперсток или без него девочки вообще не знаю что это такое гем наперсток или без это что просто наперсток простой или стежка укладчики я не знаю даже что это за слово сейчас после того как отвечу на тэг полезу искать что это такое конечно без него потому что я даже не знаю что это станок или пяльца кюснапы станка у меня нет все свои десять и больше лет вышивала на пяльцах нормальных круглых от dmc у меня последнее время купила парочку пялец другого диаметра здесь уже какие-то танки не китайские а тайланд тайланд не знаю чем но деревянные обыкновенно но мне не очень не нравится плохо они они хорошо держат канву но очень тяжело закручиваться очень но это не нравится и и купила маленький кюснапы не могу сказать что я в восторге но вот свою рождественскую звезду от мережки я вышиваю на кюснапах ребята сходила заколола волосы потому что такая духота и не могу жарко очень итак мы остановились на куснапах или станках девятый вопрос большие работы или маленькие ну кто меня уже смотрит самого начала тот знает что я любитель вышивать достаточно крупные работы маленькие работы такие там как дименшин спетит я практически не вышивала поступ поскольку 13 на 18 не за ну в общем то сейчас я уже прикупила есть куча куча по моему 55 у меня маленьких наборов буду теперь их вышивать но в принципе я любитель больших наборов ну может быть не огромных не огромных у меня есть вышитый китайский набор панды вот он был что-то 70 сантиметров там на 50 с чем-то 56 на 76 что-то такое то есть он у меня висел в колумбии над диваном большой комнаты ну то есть на пол стены реально да то есть обалдеть но мне нравятся большие и это не было канвас нанесенным рисунком или на 11 каунте нет это нормально но 14 каунт вот но кругу такая очень большого размера поэтому конечно я больше люблю вышивать работы объемные большие и сложные вышивать извиняюсь вышивая вышивать сидя на стуле кресле или на кровати полулежа но я вышиваю здесь вот таком положении как сейчас то есть вышиваю сидя полулежа может быть я бы вышивала полулежа над диване если бы у меня был бы какой-то свет лупа и так далее но в принципе я предпочитаю на улице в комнате и тут-то духота но все время сидеть под кондиционером тоже очень плохо можно заболеть поэтому нет я предпочитаю вышивать здесь вот таком положении как сейчас органайзера специальные ли самодельные самодельные девочки нет у меня ни дубкой никаких там как они есть покой или какие еще нет у меня органайзера или самодельные которые я сама там дырочки делаю самые простые лист набор все с лупой или без вот как раз возвращаясь нет у меня лука не купила и не знаю надо наверно купить хочу купить и лампу хочу купить и лупу или лупу с подсветкой не знаю но хочется и станочек мне хочется какой-то маленький подпопный купить чтобы я сидела вот так вот сюда под задницу свою положила и все и вышивала бы нормально но не знаю надо посмотреть но я не такая заморочена насчет этого я как-то приспособилась мне нравится по старинке и так я и вышиваю вышивать одну работу или одновременно несколько ха ха какой интересный вопрос девочки дом вот сентября я вышивала всегда один процесс мне это нравится мне это не скучно я вижу результат я вижу быстрое продвижение и это меня как-то заводит прям такой какой-то спортивный интерес хочется и больше и больше и больше но насмотревшись наш youtube вышивальный рукодельный и когда девочки показывают сколько они работ в течение года вышивают сколько они заканчивают в течение года работы такие достаточно объемные большие я думаю блин ну что такое почему я такая лохушка никак не могу себя перебороть и в общем-то в сентябре я вступила с тремя с тремя наборами но правда один совсем миниатюрные то вот эти чашечки и один новогодний рождественская звезда от мережки и по авторской схеме ксении именины чарующий шафран вот эти три работы но я хочу сказать что все равно я когда вы же начинаю вышивать одну работу например мережку и я уже вышиваю могу вышивать неделю и не остановиться мне потому что я хочу я хочу больше больше вот еще вот этот квадратик еще вот этот квадратик потом я вспоминаю бабах ай блин у меня же еще есть две работы так смотрю уже там 10 дней вообще за кружечку то мне бралась или за шафран не бралась думаю нет надо шафран вышивать шафран села один день думаю сегодня только один день повышевая вышивая один пришел второй день достаю опять шафрану вот тут надо чуть-чуть закончить но вы такая я да то есть в принципе и на мне нравится вышивать один процесс но сейчас я стараюсь вот уже второй месяц вышиваю 3 процесса в принципе мне нравится но скажем так один процесс совсем маленький кружечка поэтому это как отдыхалочка или так когда я куда-то еду или иду и знаю что мне там в очереди сидеть или в пробках стоять тогда я беру с собой и вышиваю там буквально по одной-две ниточки ты даже не могу сказать что например целый день то на рукодельный там 4 часа 3 часа нет то есть таким образом но если вышивать скажем 2 2 3 огромные работы то нет я две-три огромные только вместе с какой-нибудь миниатюр 14 равномерка или аида но мне получается больше аида девочки хотя мне равномерка очень-очень нравится и я купила равномерку наверное не знают какие-то сюжеты буду наверное стараться вышивать на равномерке но посмотрим я не знаю здесь очень не трудно купить ткань это мне надо заказывать где-то на ebay или на амазоне или я не знаю в этом алиэкспресс еще где-то а я не глядя не люблю покупать поэтому опять вертолет извините ждем сейчас пролетел не знаю что то они сегодня разлетались поэтому мне очень тяжело где-то что-то купить специально да и я вот все что у меня комплектация наборов есть вот я и вышиваю да то есть поэтому только из-за того что мне тяжело купить какие-то дополнительные материалы то есть надо все заказывать через и бэй или что-то там интернет-магазина я ленюсь и не хочу долго ждать его если настроилась я хочу сейчас вот прямо сию секунду все не хочу ждать вот так пятнадцатый вопрос вышивать под звуковое сопровождение музыку телевизор видео или в тишине ну под звуковое сопровождение как я сказала смотрю либо фильмы либо слушаю музыку либо там слушать испанский язык тоже да или английский уроки ну просто слушаю чтобы что-то запоминать и что-то мне в голову входило смотрю наш рукодельный youtube так что конечно под сопровождение но иногда бывает такое что я хочу просто в тишине посидеть тогда я и сижу в тишине без ничего но это редко шестнадцатая собирать коллекцию мулине или канвы или покупать только под конкретные проекты нет покупать только под конкретные проекты это если мне очень очень захотелось и у меня нету возможности купить этот набор и я нашла хорошего качества схему только в этом случае если нет то я буду искать набор потому что с материалами мне здесь еще раз повторюсь очень тяжело очень заведую у завидую усана анечка да усана cross stitch она показывает какие в америке магазины рукодельные девочки если бы я туда попала мне бы крышу бы снесло я меня бы наверное оттуда вы не знаю какими-то выводили бы не знаю домкратами оттаскивали я не знаю чем потому что это просто рай семнадцатый вопрос сдавать багет или оформлять самостоятельно сдаю багет но сейчас уже вот подумаю попробовать оформить самостоятельно потому что у меня есть одна работа я вам говорила как то я хочу ее постирать а для того чтобы не постирать ее мне ее надо полностью разобрать то есть багет у меня останется работа без паспорту маленькая такая багет у меня останется и мне придется натяжку все это снимать все постирать и потом делать по новой наверное буду делать сама и вы знаете даже может быть посмотрю прикуплю какой-то другой багет потому что этот багет мне уже надоел но когда я буду это делать я обязательно обязательно вам покажу и процесс и что же у меня получилось раз уж мы заговорили про эту работу то я принесла вам ее показать вот такая маленькая работка два футболиста видите немножечко уже тут все такое пожелтевшее ну в общем то без стекла конечно надо все оформлять со стеклом ну вот я их и тут какие-то пятна я даже не знаю вот не знаю что это такое работы кстати этой работе девочки но если так говорить то больше десяти лет наверное лет двенадцать это не я вышивала это мне подарила моя подруга которую я подсадила на иглу и у меня ребенок на тот момент занимался футболом и она вот вышел это по-моему сюжет от панны ее первая работа и кстати очень очень неплохая работа она говорит ой я вот тут вот где-то где-то что-то тут крестики не пропустила ну не тот цвет или где-то что-то такое четверть крестиков там есть но я смотрю что крестики такие очень аккуратные у нее для первой работы все наклонены в одну сторону нету такого то знаете очень очень молодец я вообще эту работу таскаю везде с собой мне очень приятно она путешествует со мной в чемодане всегда так следующий вопрос восемнадцатый дарить или оставлять себе девочки ну я могу и подарить могу и оставить себе например если у меня человек спрашивает остаточки от какого-то набора который у меня есть и просит их его продать то есть многие я знаю что многие девочки продают если схемы в хорошем видео я схемы не зачеркиваю поэтому схемы у меня в принципе всегда читабельны всегда такие ну в хорошем виде и если у меня есть возможность я копию делаю тогда на копии я что-то могу чирикать зачирикивать да то есть ну как то есть у меня такие аккуратненькие аккуратненькое все то я наверное не наверное я продавать не буду я подарю я вообще не оставляю себя все эти остатки ну хотя я вру вы знаете оставляю остатки но остатки оставляю когда я знаю что либо это от Dimensions где много ниток осталось и они мне пригодятся потому что у меня есть скачанные схемы оригинальные Dimensions но я не вышиваю потому что я хочу насобирать остатки этих ниток и вышивать именно нитками Dimensions то есть это да конечно я не отдам и не продам но это только в том случае если я как бы сюжет хочу вышивать или скажем есть некоторые сюжеты которые я вышивала на подарок или которые у меня купили но которые я бы хотела отшить себе и я тогда тоже себе оставляю тогда тоже не продаю но в основном я могу и подарить и нет проблем то есть я в этом плане человек не жадный так девятнадцатый вопрос знаменитый производитель или путь проб и ошибок ой девочки нет я вышиваю известных производителей не хочу я ошибаться зачем усложнять себе жизнь и мучиться и это должно вышивка или наше хобби должно доставлять нам удовольствие а не мучиться зачем мне какие-то пробу ошибки не я люблю вот Dimensions Золотое Руно РТО кстати хочу попробовать Пану я не вышивала Пану потому что очень много сюжетов и небольших таких очень интересных хочу попробовать Новослобода тоже не вышивала хочу попробовать Лукаэс тоже не вышивала но это у меня на следующий год если у меня будет возможность купить эти наборы то я обязательно куплю и попробую вышить двадцатое довольно классические сюжеты или все что выходит за рамки понятия классика ну у меня вообще такого нету понятия классические сюжеты не классические или какие-то там другие мне то что нравится то я и вышиваю вот мне понравился сюжет неважно классика авангард я не знаю Ван Гог или Пикассо или еще что-то я не знаю я его вышиваю абсолютно то есть мне по барабану главное чтобы мне нравился сюжет я могу вышить и бабу игу страшную и потом мне скажут господи ну где же твои были глаза ты чего такую страхолюдину вообще отшила а мне понравилось вот именно своей такой неординарностью или например могу вышить в шикарный букет роз классический вазе там красные розы например или алые какие-то почему нет то есть то что мне нравится то я и вышиваю девочки и мальчики двадцать первый и последний вопрос хомяк или жаба девочки скорее всего жаба жаба моя очень очень сильная но во первых я не люблю накапливать куча куча наборов ниток ткани и вообще я хочу купить и вышить то есть конечно у меня тоже есть моя норка из двадцати девятнадцати наборов я говорю двадцать потому что вот эти чашечки они у меня как бы четыре их но я считаю как за один набор потому что ну это такая вот миниатюрка я их вообще можно не считать за набор девочки ну что сегодня у нас с вертолетами летают и летают ну кошмар не дают вообще общаться с вами сейчас придется опять немножечко подождать когда он пролетит странно чего они кружат или снимают что-то или ловят каких-нибудь наркоторговцев потому что здесь этим делом тоже промышляют сейчас ждем немножечко еще вот поэтому все улетел до свидания вертолет вот я не люблю много покупать то есть я хочу купить и вышивать не хочу я иметь сто наборов и так у меня двадцать наборов я считаю это выше крыши и дай бог мне их вышить за там пару два-три года но как я уже вот на предыдущий вопрос когда отвечала я сказала что у меня есть конечно желание купить попробовать хотя бы по одному набору какие-то красивые сюжеты пусть небольшие наборы но вышить именно для того чтобы попробовать новых производителей попробовать новые ниточки ну мне интересно да равномерочку какую-то или конву ну ладно конвуя равномерку или лену на льне я не вышивала вам честно скажу ну потому что у меня просто-напросто его нету и нигде купить вот поэтому я и не вышивала то есть и кто смотрел на предыдущее видео и видео о моих запасах те знают что я покупала скажем 15 лет назад и буквально в этом году сделала только вторую покупку на вот пять наборов маленьких от Dimensions и там парочку парочку больших таких ну средних наборов да то есть один раз в десять лет можно сказать я покупаю и ну то есть это что хомяк или это жаба и дело даже не в жабе а просто все скупить невозможно вышить все невозможно поэтому я вот покупаю то что мне хочется мои хачушки постепенно вышиваю когда вот это смотрю что же а уже так уменьшается мой запасик я его там немножечко пару наборчиков добавляю и канву нитки я вообще просто так не покупаю то есть абсолютно если только что то такая очень большая необходимость или испорчено или поменять или еще что то поэтому поэтому вот так ну ребятки ответила я на вопросы тега или или как вам понравилось не понравилось я думаю видео получилось очень длинное потому что что то мне сегодня захотелось с вами поболтать и немножко на такой какой то волне игривой и шутливой и так пасмурно что я решила что я сегодня не буду вышивать просто запишу тег и сейчас пойду его монтировать отключить немножко ужасно меня раздражает эта реклама по телефону мало того что у нас реклама везде по телевидению и на компьютере и везде еще и по телефону ну да ладно ну что надеюсь что вам понравились ответы на вопросы надеюсь что я не утомила вас своим длинным видео что то сегодня повторюсь захотелось мне поболтать какое то такое настроение у меня болтливое сегодня и пасмурно вышивать я не буду решила что я лучше смонтирую это видео вот и выпью бокал вина холодного пока буду монтировать в общем что то сегодня такое настроение хорошее все уехали оставили меня одну тишина покой в общем супер я отдыхаю и наверное на этом я заканчиваю всем кому понравилось ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всем пока пока чао пока 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 не